вы смотрите market watch это краткий обзор главных событий мира финансов банк японии завершил неделю центральных банков не изменив процентные ставки но обратил внимание на курс иены обычно заявление регулятора довольно запутаны но на этот раз они были короткими и ясными особенно выделялся последний абзац в котором центральный банк указал на финансовые и валютные рынки явно намекая на недавние колебания фондовых рынков и курса иены было отмечено что изменение курса иены сильнее влияют на цены чем раньше подразумевая что слабая валюта может усиливать инфляцию что больше не является столь желаемым результатом эти комментарии немного укрепили иену до отметки 142 и 30 за доллара но она все равно значительно ослабла за неделю тем временем начало цикла снижения процентных ставок федеральной резервной системой сша вызвала разнополярные настроения среди инвесторов некоторые опасаются что акции уже достигшие высоких оценок учли ожидаемые выгоды от более мягкой денежно-кредитной политики что может ограничить дальнейший рост рынка фрс снизила ставки на 50 базисных пунктов впервые за последние четыре года это вызвало рост индекса s&p 500 до рекордных значений история показывает что снижение ставок поддерживает фондовый рынок однако сейчас акции оцениваются выше обычного уровня это вызывает опасения среди некоторых участников рынка что касается нефтеперерабатывающей отрасли заводы в азии европе и сша сталкиваются с резким снижением прибыли достигнув многолетних минимумов этот спад особенно заметен на фоне того что отрасль демонстрировала высокие доходы после пандемии что подчеркивает масштабы текущего замедления глобального спроса снижение прибыли отражает ослабленный спрос со стороны потребителей и промышленности особенно в китае где замедляется экономический рост и увеличивается распространение электромобилей дополнительное давление на рынок оказали новые нефтеперерабатывающие заводы открывшиеся в африке на ближнем востоке и в а теперь крипто рынку после снижения ключевой ставки федеральной резервной системой сша цена биткойна продолжает рост приблизившись к отмеченному нами ранее уровню 65 тысяч долларов сша после его преодоления нельзя исключать коррекционного снижения котировок с целью принятия торговых решений необходимо следить за поведением трейдеров в рамках достигнутой зоны также необходимо помнить о том что сегодня последний рабочий день недели некоторые категории участников торгов могут закрывать позиции оказывая влияние на цену на этом у меня все внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка